Дороги Барнаула станут комфортнее. В этом сезоне в краевой столице отремонтируют 12 участков улиц и построят дорогу на 65 лет победы. А в следующем году в индустриальном районе выдохнут жильцы улицы Сергея Семенова. На ней появится асфальт. Такие планы озвучили в мэрии. Будущему подрядчику предстоит разобрать бетонное разрушенное покрытие, устроить сеть ливневой канализации, защитить существующие инженерные сети и заново собрать дорожное покрытие, построить уличное освещение, установить светофорный объект, где необходимо это выполнить и благоустроить в части тротуаров там, где их на сегодняшний день еще нет. Стоимость дороги 250 миллионов рублей. Это стало возможно благодаря участию правительства края в инфраструктурно-бюджетном кредите, подчеркнул Антон Шаломенцев. Сейчас завершается проектирование объекта и уже проработан вопрос выделения денежных средств. Это позволит провести конкурсные процедуры в этом году, чтобы за зиму подрядчик смог подготовиться к масштабному процессу. Обновятую дорогу на северо-западной улице и, конечно, поддержат ремонт и строительство поселковых дорог в рамках проекта поддержки местных инициатив. По словам специалистов, в 2024 году опорная сеть Барнаула должна выйти на показатель нормы 85%. Еще один аспект вопроса – общественный транспорт. Барнаульцы отмечают, что в некоторых моментах ситуация стала лучше. При этом люди отмечают, что нередко автобусов и маршрутов не хватает. Бывает, редко очень ходят, особенно 35-й автобус. Ну и, соответственно, они очень рано начинают ездить, по моему мнению. В 9 уже бывает невозможно уехать. Раньше 77-й вообще до 6 часов ходил и было невозможно домой попасть. В следующем году ситуация должна стать легче. В Барнаул приедет 41 новый автобус большой вместимости. Планируется сейчас, что это будут маршруты номер 1 и номер 10. Сегодня на этих маршрутах работа практически не ведется. Да, там буквально 1-2 единицы. То на плюс 40 единиц в городе появится. Их провозная способность более 100 человек. То есть именно, я не говорю уже про комфорт, который получат пассажиры, регулярность потом, как это муниципальное предприятие. Плюс в Барнауле появится муниципальное транспортное предприятие. Это обеспечит более строгий контроль за организацией пассажироперевозок и большее финансирование, чтобы привлечь потенциальных сотрудников. По словам Антона Шеломенцева, зарплата будет точно не меньше, чем в среднем по отрасли. То есть не ниже 50 тысяч рублей. Но с социальными гарантиями, страховыми выплатами и режимом труда и отдыха. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком.